Авиакомпания «Сибирь» Авиа везет пассажиров всего за 21 тысячу. В чем причина таких перекосов? Расстояние-то ведь до Москвы от этих городов практически одинаковое. А все объясняется тем, что из Иркутска до российской столицы почти ежедневно летают аж шесть авиакомпаний, которые реально борются за каждого пассажира. Проблемы переполненной школы номер 63 привели к обострению конкурентной борьбы между двумя торговыми сетями «Титан» и «Николаевский», а также к столкновению интересов инициативной группы родителей и городской администрации. Об этом пишет газета «Байкальская правда». Суть конфликта в том, что предприниматель Матвей Баданов предложил разгрузить школу и отдать второй этаж магазина, где на первом этаже находится алкогольный отдел торгового центра «Титан». На что Вадим Бредний ответил следующее. Невозможно открыть школу по многим объективным факторам. Дети этого микрорайона должны учиться в современной школе с бассейном, спортивным залом и стадионом, а не в полуфабрикатном помещении на втором этаже. Так и в каждом микрорайоне города должен быть полноценный хороший супермаркет. 30 октября – день памяти жертв политических репрессий. В связи с этим информполис рассказывает, как получить доступ к уголовным делам родственников, пострадавших от репрессий. Жители республики могут обратиться за информацией о своих родственниках, пострадавших от сталинизма, в управлении ФСБ по Бурятии по адресу улицы Сухибатора, 11, и запросить информацию у специалиста в установленном законом порядке. Молодежь Бурятии пишет о том, что миллиарды рублей, деньги граждан, предназначенные на капитальный ремонт домов, не используются по назначению и лежат на банковских счетах. Журналисты проводят собственные расследования, опираясь на федеральные источники. Первый звонок прозвенел еще 1 марта в правительстве России на совещание о ходе реализации программ капитального ремонта. Тогда стало известно, что в 2015 году из собранных 97 миллиардов рублей было использовано только 25. По итогам совещания заместитель председателя правительства Дмитрий Козак дал четкий посыл субъектам России, что все собранные с граждан средства должны быть использованы копейка в копейку в тот год, когда они внесены. Это были лишь некоторые публикации республиканских еженедельников. Содно Мертонеев, Надежда Хлыстова, Новости дня.